К ней же письмо третье. И тела, которые боролись с сильными лихорадками, не сразу освобождаются от вреда, причиняемого лихорадками. И моря, которые вели состязание с суровыми ветрами, не сразу стихают от волнения поднявшихся волн, а медленны постепенно. Для тел требуется много времени, чтобы после избавления от лихорадок возвратиться в состояние полного здоровья и уничтожить слабость, оставшуюся в них после болезни. Равны и воды, и после того, как прекратятся ветры, долго еще бурлят и волнуются, то уносясь вдаль, то с большой стремительностью возвращаясь назад, и им нужно время, чтобы возвратиться в состояние полного покоя. Эти вступительные слова сказаны мною к твоей богобоязненности, не без цели, а для того, чтобы ты поняла, что и это письмо мы посылаем тебе, вызванное к тому необходимостью. В самом деле, хотя предыдущими письмами мы и уничтожили власть уныния и разрушили до основания ее крепость, но речь наша должна ревностно наблюдать за тем, чтобы приобреть за тебя и полный мир, уничтожить воспоминания о всех тревогах, происшедших от уныния, дать тебе чистый и постоянный покой и доставить тебе полную радость. А то мы и стараемся, чтобы не только освободить тебя от уныния, но и исполнить еще и большой постоянной радости. Это возможно, если ты захочешь. Причины радости лежат не в неизменных законах природы, которых уничтожить и переменить для нас невозможно, а в свободных размышлениях нашей воли, управлять которыми для нас легко. И ты знаешь, если только помнишь, что недавно, а немного времени прошло с тех пор, я сказал много пространных бесед об этом, когда именно я постоянно собирал истории, которые затем и предлагал слушателям. В самом деле, причина радости обыкновенной лежит не столько в природе обстоятельств, сколько в разуме людей. Если же это так, если многие изобилы богатством считают жизнь невыносимою, а другие, живя в крайней бедности, всегда остаются радостнее всех, если люди, пользующиеся охранной стражей и славой и честью, часто призывают проклятие на свою жизнь. А незнатные, рожденные от незнатных и никому неизвестные, считают себя счастливее многих, потому что не столько в природе обстоятельств, сколько в разуме людей лежит причина радости. Не перестану постоянно повторять это. Не падай духом, сестра, а восстань, протяни руку нашему слову и доставь нам эту прекрасную помощь, чтобы мы совершенно исхитили тебя из горького плена размышлений. Если ты не пожелаешь и сама проявить такого же усердия, какое и мы проявляем, то у нас не будет никакой пользы от лечения. И что удивительного, если так бывает у нас, ведь даже и тогда, когда увещевает и советует всемогущий бог, а слушатель не повинуется его словам, не бывает никакой пользы. Напротив, это служит лишь к большему наказанию, не повиновавшегося. Указая на это, Христос и говорит, если бы не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, но ныне не имеет извинения в грехе своем. Иоанна 15, 22. Вот почему, оплакивая по той же самой причине Иерусалим, он говорил, Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий постных. Сколько раз хотелось собрать детей ваших и не захотели. Те, оставляется дом ваш пуст. 593. Итак, зная это, моя боголюбезнейшая госпожа, трудись, соревнуй и, имея помощь в сказанном нами, старайся всеми силами вытеснять и изгонять те размышления, которые смущают тебя и производят беспокойство и такую бурю. Впрочем, мне думается, что никто не должен и сомневаться в том, что ты станешь делать это и будешь послушна нашему увещанию. Нам же остается теперь только приготовить для тебя мечи и копья, лук и стрелы, панцирь, щит и поножи, чтобы одним ты могла защищать себя, и другим поражать, уничтожать и умерщвлять нападающие на тебя тревожные размышления. Откуда же мы приготовим для тебя эти орудия и прощи, так, чтобы ты не позволяла даже близко и подходить неприятелям, а чтобы победоносно гнала их прочь как можно дальше. От самого же уныния, если мы немного порассудим о нем и покажем, как оно тяжело и несносно. Подлинно уныние есть тяжкое мучение душ, некоторая неизреченная мука и наказание, горше всякого наказания и мучения. И в самом деле оно подобно смертоносному червю, касаясь не только плоти, но самой души. Оно моль, поедающая не только кости, но и разум. Постоянный палач, не ребра растекающий, но разрушающий даже и силу души. Непрерывная ночь, беспросветный мрак, буря, ураган, тайный жар, сожигающий сильнее всякого пламени. Война без перемирия, болезнь, затемняющая ноги из воспринимаемого зрением. И солнце, этот светлый воздух, кажется, тяготят находящихся в таком состоянии. И самый полдень для них представляется подобным глубокой ночи. Вот почему и дивный пророк, указывая на это, говорил, зайдет солнце для них в полдень. Амос 8.9. Не потому что светило скрывается, и не потому что прерывается, обычный его бег, а потому что душа, находящаяся в состоянии уныния, в самую светлую часть дня воображает в себе ночь. Подлинно не так велик мрак ночи, как велика ночь уныния, являющаяся не по закону природы, а наступающая с помрачением мыслей. Ночь какая-то страшная и невыносимая, с суровым видом, жесточайшей всякого тирана, не уступающая скоро никому, кто пытается бороться с ней, но часто удерживающая плененную душу крепче Адаманта, когда последний не обладает большой мудростью. Что за нуждам немного говорить от себя, когда можно обратиться к тем, которые были пленены унынием, и отсюда понять всю его силу. Впрочем, если тебе угодно, раскроем его сначала с другой стороны. Когда Адам совершил тот тяжкий грех, и вместе с собой подверг осуждений весь человеческий род, тогда он был осужден на труд. Совершивший же большой грех, и настолько больше, чем грех Адама, по сравнению с этим, может даже и не считаться грехом. Адам, говорится, не он впал в преступление, но жена, прельстившись, впала в преступление. Это, говорю, которая прельстилась и впала в преступление, и приготовила как для самой себя, так и для мужа смертоносный напиток. Осуждается на великую печаль, потому что последнее может угнести сильнее, чем труд. Умножая, говорится, умножу печаль твою и воздыхание твое. В печали будешь рождать детей. Нигде не назначается ей работа, нигде пот и нигде труд. Но уныние истинание, и проистекающее отсюда наказание, равносильное и трудам, и бесчисленным смертям, а вернее, даже и много тягостней их. Впрочем, что хуже смерти? Не кажется ли она главным из людских бедствий, страшным и невыносимым и достойным бесконечного плача? Не сказал ли Павел, что она наказание за самое тяжкое беззаконие? Он сказал, что этому наказанию подвергаются те, кто недостойно приступает к священным таинствам и принимает участие в той страшной трапезе, говоря так, «Поэтому многие из вас больны, и немало умирает». И все законодатели не присуждают ли к этому наказанию тех, кто совершил самые ужасные злодеяния? И Бог в законе не наложил ли этого крайнего наказания на великих грешников? Не из-за страха ли перед смертью тот патриарх, победивший самую природу, решился отдать свою собственную жену в жертву варварского сладострастия и египетской тирании. Сам устраил это деяние бесчестия и увещевал жену вместе с ним притворствовать в этом тяжком и печальном деле. И он даже не стыдится указать причину такого притворства. Будет, говорит, когда увидит тебя так блистающей юностью и обладающей красотой лица, то убьют меня, а тебя оставят. Скажи же, что ты сестра моя, и будет хорошо мне ради тебя, и будет жива душа моя. Видишь страх? Видишь трепет, потрясающий эту высокую и любомудрую душу? Видишь адаман, сокрушенный страхом? Он лжет об ее происхождении. Дает же не одно лицо вместо другого и делает агницу легко уловимую для волков и что всего невыносимой для мужей. Именно видит, что жена обесчищивается. Лучше же даже только подозревать ее то самое и даже еще более тяжкое. Потому что в данном случае было не подозрение по обесчищению, на которое терзали, держали самым делом. Он не только видит, но и устраивает так, чтобы на него дерзнули. И это кажется ему и легким, и выносимым. Так страсть преодолевала страсть. Страсть тяжкой побеждала стягчайшей. И боязнь смерти одержала верх над ревностью. И тот великий Илья из-за страха перед смертью стал беглецом, изгнанником и переселенцем, испугавшись только угрозы распутной и нечестивой женщины. Тот, кто заключил небо и совершил столько чудес, не перенес страха перед ее словами, но ужас так потряс эту возвышавшуюся до небес душу, что он оставил разум и Отечество, и такой народ, из-за которого раньше подвергнулся столь великим опасностям. И один только прошел сорокадневный путь и переселился в пустыню. И это сделал после того дерзновения, после такой свободы речи, после столь великого проявления мужества. Подлинно весьма страшна природа смерти. Вот почему, несмотря на то, что она ежедневно нападает на наш род, она при каждом мертвеце так устрашает, смущает и поражает нас, как будто бы она является тогда неожиданно. И ни врачество со стороны времени, ни ежедневное упражнение в этом созерцании, ни в силах успокоить нас. Уныние и ужас этот не стареет и от времени, но постоянно остается молодым и полным сил. И смерть ежедневно приходит, неся страх свежий и цветущий. И это очень естественно. В самом деле, кто может не устрашиться и не впасть в робость, когда увидит, как тот, кто вчера или за несколько дней перед тем ходил, действовал, занимался множеством дел относительно дома, жены, детей, слуг, а часто стоял и во главе целых городов, грозил, устрашал, отменял наказания, налагал их, совершал бесчисленные дела по городам и странам, вдруг лежит безгласнее камней и ничего не чувствует в то время, как рыдает несметное число людей, убиваются ближайшие, жена сокрушается скорби, бьет себя по щекам, рвет волосы на голове и с великим воплем расставляет кругом себя сонма служанок. Кто может не устрашиться, когда увидит, что все внезапно ушло прочь и рассудок, и ум, и душа, и свет леса, и движения членов, что на смену всему тому пришло нерадостное, немота и бесчувственность, тление, сукровица, черви, пепел, прах, зловоние, совершенное уничтожение, и что все тело спешит открыть отвратительные и безобразные кости. И все-таки смерть, внушающая такой страх, о чем свидетельствует и действительность, и робость указанных святых, много легче уныния. Из-за него ведь я начал эти длинные речи, чтобы пояснить тебе, какому ты подвергаешься наказанию и какого в противовес кем ожидаешь вознаграждения благами, а вернее гораздо большего. И чтобы ты поняла, что действительно это так, обращусь теперь к тем, кто был пленен этой страстью, к чему я спешил и прежде. Так, когда пришел Моисей и возвещал освобождение и избавление от египетских бедствий, то еврейский народ не хотел даже и выслушать. И законодатель, указывая причину, это говорил, сказал Моисей и народ, народу, и народ не послушал от малодушия. Равным образом, когда Господь произносил иудеям великие угрозы за великое беззаконие, то после угроз пленам, пребываниям в чужой земле, рабством, голодом, язвами, употреблением в пищу человеческого мяса, присоединяет и это наказание, говорят, дам им сердце печальное и оскудевающее очи и исстаивающую душу, исход 6.9, старозаконие 28.65. Но зачем нужно говорить об иудеях, народе своенравном, неблагодарном, преданном рабству плоти, не умевшем любомудрствовать, когда можно заимствовать доказательства от мужей великих и возвышенных? В самом деле, вот сон апостолов, три года бывший вместе со Христом и наученный многому относительно бессмертия и прочих тайн. Они творили дивное и необычайное знамение и видели его столько времени творившим чудеса, получили участие в трапезе с ним, в беседе и таких речах, и наставлены были во всяком роде учения. Эти апостолы, постоянно удержившие Христа, привязанные к нему, как грудные дети, беспрестанно спрашивающие его, «Куда идешь?» Когда услышали слова, наводившие на них уныние, так были подавлены силой этого уныния и до такой степени исполнились печали, что уже не расспрашивали его об этом. И укоряя их за это, Христос говорил, «Вы слышали, что я иду к пославшему меня, и иду к вам, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь?» Сказал я вам это, и печаль наполнила ваше сердце. Иоанн 16, 5 «Видишь, как сила уныния затемнила любовь, как она сделала их своими пленниками и подчинила себе!» А опять тот славный Илья, не отстану от него даже и теперь, после бегства и удаления из Палестины, не вынося тягости уныния. И действительно, он очень унывал, на это указывал и писавший историю, говоря, «Встал и пошел, чтобы спасти жизнь». Третье царство, 19, 3 «Послушай, что говорит в своей молитве, и просил себе смерти, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душ мою, ибо я не лучше отцов моих». Так смерть — это страшилище, эту высшую степень наказания, эту главу зол — это возмездие за всякий грех. Он просит, как желанного, и хочет получить в качестве милости. До такой степени уныния ужаснее смерти, чтобы избежать первого, он прибегает к последней. 597 Здесь я хочу разрешить тебе один вопрос. Я ведь знаю твою любовь к решениям подобных вопросов. Итак, что же это за вопрос? Если он думал, что смерть легче, то зачем он убежал, оставивший отечество и народ, чтобы не подвергнуться смерти? Почему он тогда избегал ее, а теперь ищет ее? Чтобы тебе знать, и отсюда в особенности, насколько уныние тягостнее смерти? Когда потряс его один только страх смерти, он, естественно, делал все, чтобы избежать ее. А после того, как обнаружила свою природу уныние, поедая, истощая, убивая его своими зубами, сделавшись для него невыносимым, тогда, наконец, он счел, что самая тяжелая, то есть смерть, легче его. Так и он, избегая уныния, прибегнул к смерти, и сам просил себе смерти, когда говорил, «Прими душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И Давид писал псалом, или от собственного своего лица, или от лица других печалившихся, показывая, то же самое и говорил, «Да коли нечестивый предо мной», говорит он, «я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Возгорело сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь». Трасть уныния он обозначает через тот огонь, более сильный, чем этот огонь. Поэтому, уже не перенося ударов и страданий от уныния, он говорит, «Я сказал языком моим, и что ты говоришь, скажи мне». И этот просит смерти, говоря, «Скажи мне, Господи, кончину и число дней моих, какое оно, чтобы разуметь, когда же придет конец их, хотя и другими словами, но теми же самими мыслями он говорит то, что и Илья, что сказал тот словами, «Я нисколько не выше отцов моих». Он же намекнул это и говоря, «Скажи, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, по какой причине, говорит он, я оставлен, отхожу позже и пребываю в настоящей жизни, когда прочие отошли из этой жизни». И до такой степени он ищет смерти, сам ли он или те, от лица, кого он говорит, что хотя ее и нет еще на лицо, он желает, по крайней мере, узнать время ее прихода. «Скажи мне, говорит, кончину мою, чтобы и отсюда извлечь в себе величайшее утешение». Так-то, что страшно делается вожделенным по причине огня, воспламеняющегося в душе. «В мыслях моих возгорелся огонь». Поэтому за столь великое наказание ожидай великих возмездий, многих наград, невыразимых воздаяний, светлых и весьма цветущих венцов. За столь великие состязания, потому что не только дело ничего-либо хорошего, но и претерпевание какого-либо зла влечет много воздаяний и великие награды. К речи об этом очень полезны как для тебя, так и для всех и достаточны для того, чтобы ободрить к терпению и возбудить сердце и не позволять ему приходить в изнеможение при трудах, сопряженных с перенесением страданий. Я теперь и обращусь. Итак, что уныние тягостнее всех бедствий, что оно вершина и глава несчастья, это достаточно доказало наше слово. Поэтому остается сделать сравнение добродетелей и страданий, чтобы ты ясно поняла, что вознаграждение назначено не только за добродетели, но и за страдания. И вознаграждения очень великие и за страдания не меньше, чем за добродетели, а скорее иногда даже большее за страдания. Введем, если угодно, великого борца терпения, блиставшего и тем, и другим адаманта в скалу, хотя бывшего в стране уз, но осветившего всю вселенную полнотой своей добродетели, и скажем как об его добродетели, так и страдания, чтобы тебе знать, чем он сильнее просиял. Итак, какие его добродетели? Дом мой, говорит, он был открыт для всякого пришедшего и был общим пристанищем для странников. Почти всеми своими благами он владел для нуждающихся. Я был, говорит он, глазом слепых и ногою хромых. Я был отцом для нищего, и тяжбу, которые не знал, я разбирал тщательно. Я сокрушал челюсти беззаконнику и от среды зубов их и схищал. Для немощ немощному я не отказывал, нуждающегося принимал, и не вышел никто из зверей моих ненасыщенным. Заметила ты различные виды человеколюбия, разнообразие пристани, милостыни. Заметила, как он помогает нуждающимся всяким способом. Видишь, как он облегает бедность, покровительствует вдове, защищает обижаемых, страшен для оскорбляющих. Он показывал усердие не до такой только степени, что был готов оказать помощь и быть союзником. Это свойственно многим, но и доводить дело до конца, и при том с большим рвением. Я разбивал челюсти неправедных, говорит он, противопоставляя сварливости тех свою собственную предусмотрительность. Он противопоставил свою заботливость не только злобе людей, но даже и кознем природы, исправляя ее погрешности и избытком своей помощи. Так как он не мог возвратить им членов, слепым глаз, хромым ног, то был для них вместо членов, и те, у кого были попорчены глаза, и повреждены голени, одни через него видели, другие ходили. Что могло бы быть равным этому его человеколюбию? Ты знаешь и остальные его добродетели, чтобы мне, перечисляя все, не удлинить речи, нисходительность, кротость, благоразумие, справедливость. Знаешь, как он, будучи суровым для поступающих несправедлив, это, это, удивительно, был ласков и кроток и слаще самого меда, как для всех остальных, так и для своих слуг, которые, являя великое доказательство любви, какое они его любили, говорили, кто бы дал нам насытиться от плоти его, от мяса, если же он был до такой степени вожделенным и для слуг, в отношении которым часто необходимо быть и страшным, то гораздо более он был вожделенным для всех остальных людей. Чет 599 Итак, собравши это и больше этого, иди сюда вместе со мной в перечислении его страданий и сравнив, посмотрим, когда он был более славным, тогда ли, когда он проявлял те добродетели или когда терпел скорби, доставлявшие ему большое уныние. Итак, когда Иов был более славным, тогда ли, когда он открывал свой дом всем приходящим, или когда он, после того, как дом обрушился, не произнес ни одного горького слова, но прославил Бога. Однако, одно было добродетель, а другое страдание. Когда он был более сияющим, скажи мне, тогда ли, когда он приносил жертвы за детей и сближал их между собою в целях единомыслие, или когда он после того, как они были засыпаны и окончили жизнь самым горьким видом смерти, перенес случившееся с большой мудростью, когда он лучше заблистал, тогда ли, когда стрижки овец его нагревали с плечей обнаженных, или когда услышавший, что огонь упал с неба и истребил стадо вместе с пастухами, он не смутился этим, не пришел в замешательство, но кротко снес несчастье, когда он был более великим, тогда ли, когда пользовался здоровьем тела для защиты обижаемым, сокрушая челюсти неправедных, исторгая из зубов их, похищенной ими, и был пристанищем для угнетаемых, или когда видел тело свое, этот щит для обижаемых, съедаемых червями, и, сидя на навозной куче, сам скоблил его взявший глиняный черепок. «Обливаю грудь земли гноем», говорил он, «хотя то все было добродетели, а это все страдания, однако последние показали его более славным, чем первые, потому что они составляли самую трудную часть состязания, требовавшую для себя большего мужества, более энергичной души, более возвышенного разума и обладания большей любовью к Богу, чем добродетели. Вот почему, когда были только добродетели, дьявол, хотя и бесстыдно, и совершенно разбойнически, но все же возражал, разве зря даром его чтит Бога? А когда приключились и несчастья, то дьявол, закрывши свое лицо, обратился в бегство, не имея уже возможности прикрыться даже и тенью какого-либо бесстыдного противоречия, потому что это вершина венца, это высшая степень добродетели, это ясное доказательство мужества, это тщательнейшее напряжение мудрости. И сам этот блаженный Иов, объясняя, насколько сила уныния, тягостей смерти, называет последнию покоем. Иов 3, 23. На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, стоны мои льются, как вода, просит ее себе в качестве милости, чтобы только освободиться от уныния, говоря так. Иов 6, 8, 10. О, когда бы сбылось желание мое и чайние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня, это было бы еще отрадой мне, я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся из речений святого. До такой степени уныния тяжелее всего, а чем они тяжелее, тем большими сопровождается оно и воздаяниями. А чтобы ты узнала из другой стороны, сколь велика выгода от страданий, даже если бы кто-нибудь пострадал и не из-за Бога, и никто да не считает этого преувеличением, а все-таки страдал бы, переносил бы благородно и кротко, за все прославляя Бога. Обрати внимание на то, что сам он не знал, что терпел это из-за Бога, однако за это награждался венцом, так как и не зная причины несчастья, переносил их мужественно. И Лазарь, подвешшись недугу, это, конечно, ему случилось претерпеть не из-за Бога, так как всецело претерпел, показал стойкость и мужественно перенес отсутствие тех, кто прислуживал бы ему, перенес с уныния, производимая язвами, голодом, презрением и жестокостью со стороны богача. Ты знаешь, сколь великий он получил венцы. Между тем, мы ничего не можем сказать об его добродетели, не того, что он жалел бедных, не того, что помогал обижаемым и делал что нехорошее в этом роде, а знаем только об его лежании при воротах богача, о болезни, языках собак, презрении к нему со стороны богача, что все относятся к испытыванию несчастья. И все же, хотя он и не совершил чего-либо благородного, он получил тот же самый удел, что и патриарх, совершивший столь много добродетелей, получил только за то, что мужественно переносил уныние, производимое страданиями. После этого я желаю сказать и о другом, что хотя и кажется странным, однако истинно. Именно если кто совершит весьма хорошее и благородное дело, но без труда, опасности и страданий, тот и получает какой-либо большой награды. Каждый примет награду по своему труду 1 Кор. 3.8 не сообразно с величиной добродетельного поступка, а соответственно тяжести претерпенного им. Вот почему и Павел хвалясь, хвалится не только доброй деятельностью и совершением чего-либо благородного, но и перенесением несчастья. Произне все слова служителей Христова они в безумии говорю «я более». И стараясь путем сравнения показать свое превосходство над ними, он не сказал столь многим и столь многим «я проповедовал», но пропустив что совершил он добродетельного исчисляет страдания какие потерпел он говоря 2 Коринфянам 11.23 «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно три смерти. От иудеев пять раз давно мне было по сорока ударов без одного». «Кроме посторонних приключений у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах». 601 «Видишь, ряд страданий и повод их по хвальбе, затем он присоединяет к ним дела добродетели, но и здесь опять большее превосходство принадлежит страданию, а не подвигам добродетели, сказав нападение, которое терпю по все дни, то есть говоря заключениях в тюрьму, беспокойствах, опасностях, это и значит выражение нападения на меня. Он присоединил попечение о всех церквах, не сказал исправления, но попечение, забота, что более относилось к страданию, чем к делам добродетели. Подобным образом и следующие слова «Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал?» Не сказал «исправляю, но изнемогаю». И опять «Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся?» Не сказал «я освободил от соблазна, но я сделался участником в унынии». Потом показывая, что все это в особенности сопровождается наградами, присоединил. Если должно хвалиться, то буду хвалиться немощами. Дальше опять прибавляет в том же роде бегство через окно с помощью корзины по стене, а это опять было страдание. Итак, если страдания несут великие награды, а уныние тягостнее и мучительнее всяких страданий, то подумай, сколь велики воздаяния, не перестану постоянно повторять тебе это, чтобы исполнить теперь то, что я пообещал в начале, именно чтобы из самого уныния заимствовать размышления, которые рождали бы тебе облегчение уныния. А чтобы ты с другой стороны поняла, как прекрасно делать что-нибудь со страданиями и сколь далеко от этого исполнять то же самое без труда, прими к сведению следующее. Навуходоносор, царь Вавилонский, владевший царскими скипетрами и диодемами, некогда возвестил слово благовестие, именно, после события в печи и известного чуда, он принял на себя дело проповеди во вселенной, не только языком, но и письмами, и во все стороны земли, писал так, 3,98, Навуходоносор, царь, всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам, да умножится, знамения и чудеса, какие совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам, как велики знамения его, и как могущественны чудеса его, царство его, царство вечное, и владычество его, роды родов, и садело в постановление, что всякий народ, племя, язык, если скажет даже слово против Бога, Сидраха, Месаха, Авденага, погибнет, и дом его предан будет разграблению и присоединяет, потому что нет другого Бога, который мог бы избавлять. Видишь угрозу в письмах, страх, видишь наставление, видишь высокого вестника и письма, рассеянные по всей вселенной. Итак, что же, скажи мне, получит она одну и ту же награду с апостолами за то, что таким образом возвестил о силе Бога, за то, что проявил такое великое усердие всюду возвестить слово, не получит даже и самой незначительной части ее, но меньшую и последнюю в бесконечной степени. Однако он совершил то же самое дело, что и они. Но так как здесь нет сопряженного с благовестием труда и страданий, то и воздаяние уменьшается. Один делал это опираясь на власть и без опасения, а другие, совершая проповедь, встречали препятствия, были гонимы, подвергались мучению, бичеваниям, бедствовали, были низвергаемы, бросаемы в море, изнуряемы голодом, ежедневно умирали, терзаясь душою своею, болея с каждым из больных, воспламеняясь с каждым из соблазняющихся. Вот за эти труды и в особенности за уныние и были им назначены очень большие награды. Каждый, говорится, получит награду по своему труду. Не перестану постоянно повторять этого. Вот почему человеколюбивый Бог, несмотря на то, что Павел часто молил освободить его от страданий и уныний, скорби и опасностей, не исполнил его желания, а семья трижды молил Господа, говорит Павел, и не имел успеха в просьбе. В самом деле, за что он должен был получить величайшие награды? За то, что проповедовал без труда, проводя спокойную и радостную жизнь? За то, что раскрывал рот и, сидя дома, приводил в движение язык? Но это было бы легко и первому встречному, и человеку очень ленивому, и ведущему жизнь изнеженную и распущенную. А теперь, вполне несомненно, получит воздаяние венцы за раны, за разные виды смерти, за бегство по земле и по морю, за самое уныние, за слезы, за скорби. Три года, говорит, я день и ночь не переставая со слезами учил каждого из вас. Шестьсот три. Итак, соображая и помышляя о том, как велика польза от скорбной и полной труда жизни, радуйся, веселись, так как ты с юного возраста шла по пути прибыльному и полному бесчисленных венцов и среди беспрерывных и сильных страданий. В самом деле тебя не переставало постоянно осаждать болезнь тела различных видов и свойств. Болезнь более тяжелая, чем бесчисленные виды смерти. Бесчисленные ругательства, оскорбления, ябеды не переставали устремляться против тебя. Сильные, наконец, непрерывные приступы уныния и источники слез постоянно обеспокоивали тебя. Каждое из этих страданий само по себе было в состоянии принести большую пользу претерпевшим. Так Лазарь из-за одной только болезни получил одинаковый удел с патриархом и злословие фарисея принесло мытарю оправдание, которое превосходило оправдание фарисея. Равным образом и глава апостолов слезами излечил язву своего тяжкого греха. И так когда каждое из вышеуказанных страданий даже в отдельности только взятое кажется достаточным для принесения страдальцу большой пользы то подумай сколь великие награды получишь сама ты претерпевший все вместе все страдания с большим превосходством и притом перенося их постоянно. Ничто ведь ничто не делает людей так славными и достойными удивления и ничто так не преисполняет бесчисленных благ как множество искушений опасности труды скорби уныния постоянные козни даже и со стороны тех от кого никоим образом не следовало бы этого ожидать если все это притом кротко переносится так и сына Якова ничто не сделало так блаженным и славным как тогдашняя клевета темница и узы и происшедшие отсюда несчастья конечно велика и добродетель его целомудрия когда он одержал верх над египетской распущенностью и оттолкнул от себя ту жалкую женщину призывавшую его к беззаконному сожительству но не так велико это как страдание в самом деле что похвального скажи мне не совершить прелюбодеяние не разрушить чужого брака не осквернить брачного ложа отнюдь ему не принадлежащего не причинить обиды своему благодетелю и не покрыть позором дома своего начальника но что сделало его великим это главным образом опасность злоумышление неистовство плененной страстью женщины причиненной ему насилие неизбежная тюрьма спальни которая приготовила ему прелюбодейка сети которые она отовсюду расставила обвинения клевета темница узы отведение его в противность всякой справедливости после столь великого подвига за который должно было бы его увенчать в крепость в качестве осужденного и подлежащего ответственности и заключение его вместе с самыми последними преступниками грязь железной цепи бедствия тюрьмы я вижу что он тогда сиял больше чем тогда сидя на египетском престоле раздавал нуждающимся хлеб уничтожал голод и делался общей пристанью для всех тогда я вижу его более сияющим когда его обнимали цепи на ногах и оковы на руках чем когда в блестящих одеждах он был облечен столь великим могуществом одно время было временем труда и деятельности я говорю о времени темницы а другое временем роскоши и отдохновения от напряжений и чести которая доставляла большое удовольствие но небольшую прибыль вот почему я не так ублажаю его когда он был почитаем отцом как прославляю когда ему завидовали братья и когда он имел сожителями врагов и в самом деле с юного его возраста была возбуждена против него тяжкая война из отцовского же дома когда враждовавшие хотя и не могли ни в чем его обвинить но томились и разрывались от злобы вследствие того что он пользовался большим расположением со стороны отца впрочем законодатель Моисей сказал что это сила любви свое начало вела не от добра детили сына но от времени его рождения так как он был рожден после остальных детей в глубокой старости отца а такие дети вожделенны потому что они рождаются сверх ожидания поэтому и был любим любил его отец говорится ибо он был сын старости его 605 а написал это законодатель как я думаю повествуя не о том что было но указывая лишь предлог и отговорку отца так как он стал замечать что мальчику завидует то желая ослабить страсть братья выдумал причину любви которая не рождала бы большой к нему зависти что действительно не это было причиной нежной любви а процветающая добродетель души более зрелая чем возраст ясно из отношений Якова к Вениамину в самом деле если бы тот был любим по этой причине то гораздо более следовало бы быть любимым тому кто был моложе его ведь он был рожден после Иосифа а скорее этот был для него сыном старости но как я и сказал это был вымысел отца желавшего прекратить братскую войну однако и таким образом он был не в силах достигнуть цели напротив пламя разгоралось еще сильнее и так как до поры они ничего не могли не в силах сделать то наносили ему гнусное бесчестие взводили постыдное обвинение таким образом братья предупредили варварскую женщину и явились гораздо худшими чем она та была бесчестной в отношении к чужому а эти в отношении к брату даже и здесь они не остановились в проявлении своей порочности но вели борьбу все дальше и дальше и взявши одного в пустыне хотели убить затем продали сделали рабом вместо свободного и при том продали самое горькое рабство ведь даже и не иноплеменникам каким-нибудь отдали они брата а варварам говорившим другим языком и уходившим в варварскую страну бог же намереваясь сделать его более славным выносил когда это происходило и долго терпел когда одни опасности сменили другие после зависти и посыдной клеветы они предали его убиение и рабству более тяжелому чем убиение не пробегись небрежностью мимо того что сказано но пора в мысли каково было благородному мальчику воспитанному в отцовском доме со всякой свободой с такой любовью отца вдруг быть проданным братьями которые ни в чем не могли его обвинить и быть выданным иноплеменником иноязычным и свирепым которые скорее были зверями чем людьми каково было сделать ему изгнанником и переселенцем рабом и чужеземцем вместо свободного и гражданина и насладившись столь великим счастьем впасть самое крайнее бедствие рабства будучи совершенно к нему непривычным получить самых жестоких господ и быть отведенным с чужую и варварскую землю но и здесь несчастья не остановились напротив после тех дивных сновидений предвозвещавших поклонение ему братьев опять одни злоумышления сменили другие в самом деле эти купцы взявшие его не удержали у себя но опять продали его другим худшим варварам ты знаешь что значит в рассуждении несчастья выменивать одних господ на других когда приобретающие опять чужеземцы и притом более суровы чем прежние владельцы то это делает рабство более тяжким таким образом он оказывается в Египте в том Египте который тогда вел войну с Богом и неистовствовал откуда являлись бесстыдные уста откуда богохульные языки и он оказывается у египтян из которых и один только был в состоянии сделать великого Моисея беглецом и изгнанником после того как он там немного успокоился так как человеколюбивый Бог чудно устрояющий дела сделал дикого зверя купившего его овсой тотчас опять начали приготовляться для него арена ресталища и борьба и состязания и труды и более сильные чем прежние госпожа увидевший его беззаконными глазами и покоренная красотой его лица и совсем плененная страстью вследствие этого необузданного любовного влечения к нему сделалась львицей вместо женщины и опять врагом был сожитель имея к тому предлог противоположный предлогу прежних его врагов потому что те выгнали его из дому по ненависти а это любя и сожигаемая страстью к юноше и произошла двойная лучше же тройная многообразная война в самом деле ввиду того что он перепрыгнул через сети и в крайний момент времени рассек петлю не подумай что он совершил этот подвиг без труда он вытерпел действительно великий труд если хочешь ясно понять и это поразмысли что такое молодость и цветущая пора юности он был тогда в самом цветущем возрасте когда пробуждается очень сильное пламя природы когда поднимается большая буря страсти когда рассудок делается более слабым ведь души юношей ограждают себя не очень большим благоразумием и не проявляют большого рвения к добродетели между тем буря страстей бывает очень тяжкою а управляющий страстями рассудок слабым вместе же с природой и возрастом была к тому же сильная необузданность и женщины и подобно тому как те персидские руки зажигали с большим усердием вавилонскую печь доставляя огню обильную пищу и бросая в пламень разнообразные воспламеняющие средства так точно и тогда та жалкая и несчастная женщина зажигала пламя более тягостное чем та печь женщина от которой пахла благовониями которая околдовывала юношу подрумяненными щеками подкрашенными глазами изнеможенным голосом движениями сладострастной походкой мягкими одеждами золотыми украшениями и другими подобными бесчистными чарами как искусный охотник намереваясь овладеть трудно уловимым животным пускает в ход все орудия своего искусства так точно и она знает целомудренность юноши потому что в течение такого времени она не могла оставаться незамеченной пришла к решению что для пленения юношей ей нужно большое вооружение и потому употребляла в дело все оружие необузданности даже этими одними она недовольствовалась но выжидала удобного времени и места удобного для охоты поэтому плененная страстью она не тотчас сделала нападение но ждала долгое время страдая этой бесчестной страстью и приготовляясь боясь чтобы вследствие поспешности и небрежно обдуманных ее замыслов добыча не ускользнула и однажды найдя его одного только в доме исполнявшего обычные дела она наконец копает глубочайшую пропасть и отовсюду распростершие крылья удовольствия как бы уже имея юношу в сетях входит напав одна на одного лучше же не одна потому что она имела себе помощниками и возраст и природу и свои орудия наконец она насильно влечет этого благоразумного юношу к беззаконному делу что тяжелее этого искушения какой печи и пламени не сильнее это чтобы светущий юноша раб одинокий изгнанный из отечества чужеземец переселенец захваченный в таком уединении потому что и это также ведет к такому пленению столь сладострастной и неистовствующей госпожою столь богатой и обреченной таким великим могуществом был ею удерживаем и обольщаем и ведом господскому ложу и это после столь великих опасностей и злоказнений ведь ты знаешь что большинство людей когда случится быть искушенными бедствиями и находиться в несчастьях а потом призранными к роскоши и покою и жизни изнеженной и распущенной бегут назов очень охотно но не таков этот напротив он твердо стоял во всем показывая свою твердость я смело мог бы назвать равными между собой эту спальню и вавилонскую печь и даниилов ров со львами и чрево морского зверя в которое попал пророк скорее же я назвал бы ее даже гораздо более тяжелую чем те там победа со стороны злоумышления была погибелью тела здесь же совершенную гибелью души и смертью бессмертную несчастьем не имеющим облегчения здесь был не только опасный этот ров но и то что вместе с насилием и коварством эта спальня была полна великого ласкательства сильного и различного многообразного огня не тела жгущего но сожигающего самую душу указывая на это самое и говорит Соломон тритча 6 27 может ли кто взять себе огонь в пазуху чтобы не прогорело платье его может ли кто ходить по горящим уголям чтобы не обжечь ног своих тоже бывает и с тем кто входит к жене ближнего своего кто прикоснется к ней не останется без вины смысл его слов таков как невозможно говорит он чтобы кто-нибудь находясь в огне не горел так невозможно и то чтобы кто-нибудь находясь в связи с женщинами избежал происходящего отсюда воспламенения это же перенес то что было гораздо более тяжело сам он не коснулся ее но то и был удерживаем схваченный один только одною и это после того как он был приведен в изнеможение столь великими уже бедствиями изнурен такими злыми кознями и желал успокоения и безопасности 608 и все-таки находясь в таких сетях и видясь что на него нападает многообразный зверь и всячески терзает его прикосновением голосом глазами румянами подкрашиванием посредством золотых вещей благовоний одежд обращений слов наряда в которой она была обличена посредством одиночества посредством того что это оставалось скрыто от других посредством богатства могущества посредством того что эта женщина вместе с тем имела своим союзником о чем я прежде сказал возраст природу рабство пребывание его в чужой земле он победил все то пламя я говорю что это искушение много тяжелее и зависти братьев и родственной ненависти и продажи и власти варваров и длинного путешествия и пребывания в чужой земле и темницы и уз и продолжительного времени и бывшего здесь бедствия подлинно опасность превышала крайние пределы а после того как он избежал этой войны и повеял здесь исполненный росы ветер явившийся как по благодати божией так и следствие добродетель юноши а у него было столько спокойствия и целомудрия что он постарался положить конец ее бешенству после того как говорю он вышел неприкосновенным подобно юношам избежавшим персидского пламени и племени как они вышли из огня как из росы после того как показал себя великим борцом целомудрия и уподобился адаманту посмотрим чего он тотчас вкусил и какие награды следуют за победителем опять злые козни пропасти смерть и опасности клеветаж и безрассудная ненависть в самом деле та жалкая женщина удовлетворяет тогда любовь гневом и страсть соединяется страстью к бесстыдному увлечению присоединяет беззаконный гнев и после прелюбодеяния делается и человека убийцей дыша крайней свирепостью и смотря кровожадными глазами она учреждает развращенный суд ставит судьей господина того юноши своего собственного мужа варвара египтянина и вносит обвинение без свидетеля она не позволяет обвиняемому даже и войти в судилище но обвиняет без опасения полагаясь на безрассудство и благосклонность к ней судьи на достоверность внушаемые ее собственным лицом и на рабское положение обвиняемого и сказав противоположное тому что было на самом деле она победила судью и склонила его вынести согласно ее желаниям приговор осудить невинного и наложить тягчайшее наказание и тотчас темница заключения и узы и тот достойный удивления муж был осужден даже и не увидев судьи и что было особенно тягостно он осуждался как прелюбодей как пожелавший господского ложа как осквернивший чужой брак как пойманный как изобличенный и судья и обвинительница и последовавшее наказание делали то что это деяние во мнении большинства людей не знавших истины казалось достойным доверия но ничто это не смутило юношу и он не сказал это ли ответы на сновидения это ли конец тех видений это ли награда за целомудрие безрассудный суд несправедливый приговор и опять бесчестная молва как распутник я был выгнан недавно из отцовского дома как прелюбодея сквернивший целомудрия женщина теперь ввожусь в темницу и все думают так обо мне и братья которые должны бы поклоняться мне потому что так вещали сновидения находятся на свободе в безопасности и неге в отечестве и отцовском доме а я который должен бы царствовать над ними связан здесь вместе с расхитителями гробниц вместе с разбойниками вместе с ворами и после изгнания из отечества я не освободился от беспокойств и неприятностей но и в чужой земле опять следуют за мной пропасти и застренные мечи тогда как сделавшая это и оклеветавшая меня и за каждый из обоих дерзких поступках заслуживавшая бы казни теперь ликует и торжествует как бы увенчанная трофеями и блестящими наградами за победу я ни в чем не поступивший несправедливо подвергаюсь крайнему наказанию ничего подобного не сказал он и не подумал но как борец шествующий среди венков он радовался веселился не питая злобы ни к братьям ни к прелюбодейке из чего это видно из того что он сам однажды говорил одному из тех кто так был в это время связан он до такой степени был далек от пленения унынием что рассеивал печали у других в самом деле когда он увидел что некоторые там смущены расстроены и печалятся он тотчас подошел чтобы узнать причину и узнав что беспокойство происходит вследствие виденных снов истолковал сновидения потом прося напомнить царю относительно его освобождения потому что хоть он и был благороден и достойен удивления но все же был человек и не желал страдать в тех узах и так прося напомнить о нем пред царем и убедить последнего освободить его из оков и вынуждаем и при этом сказать и о причине по которой он был ввержен в темницу чтобы и тот прося за него имел благовидный предлог к защите его он не вспомнил ни о ком из своих обидчиков но освободивший себя самого от обвинений на этом только и остановился и не указал погрешивших против него я говорит он украден был из земли еврейской и здесь сижу ложно оквиветанный и ради чего не говоришь ты о блуднице прелюбодейке братоубийцах зависти продажи неистовстве госпожи нападении ее распущенности сетях хитрости клевете неправом суде развращенном суде беззаконном решении приговоре не имеющим основания почему ты молчишь об этом и скрываешь потому что я не умею помнить зла говорит он так как это для меня служит венцами и наградами и основаниями к вящей славе 610 видишь любомудрую душу видишь душу чистую от гнева и высшую из сетей видишь как он больше сострадает обидчиком чем помнит зло чтобы не выдать ни братьев ни той плотоядной женщины он говорит я украден был из земли еврейской и здесь нахожусь проданный и нигде он не вспоминает ни о лице ни о рве ни об измаильтянах ни о чем либо другом но и после этого все таки на его долю выпало необыкновенное испытание получивший от него столь великое утешение и освобождение согласно с его предсказаниям от ус и призванный к прежней чести забыл о благодеянии и просьбе праведного и один был слугой в царских дворцах наслаждаясь большим счастьем а другой сияя светлее солнца и спуская столь блестящие лучи добродетели жил еще в темнице и не было никого кто бы напоминал о нем царю так надлежало чтобы ему были сплетены еще большие венцы и были приготовлены еще ценнейшие награды вот почему тогда устроялись и более длинные пути для бегов по изволению бога который хотя и позволял оставаться местам борьбы однако не совсем покидал его в опасности а соизволял злоумышляющим обнаружить свои козни лишь настолько насколько нужно было чтобы не уничтожить и борца а равно не устранить и противника добродетели так хотя он попустил чтобы юноша был вернут в ров чтобы была кровавляна его одежда однако не позволил братьям дойти до убийства правда это присоветовал один из братьев но все однако все произошло согласно божественному проведению то же случилось и в истории с египетской женщиной почему в самом деле скажи мне столь пылкий и необузданный человек вы ведь знаете племя египтян гневливые и сердитые ведь и эта страсть присуща им с избытком не убил и не предал тотчас же огню того который как он верил был при любоде и оскорбил его жену почему он будучи до такой степени безрассудным что объявил приговор на основании показаний только одной стороны и не дал обвиняемому права слова проявил во время наказания большую снисходительность это тогда когда видел что жена неистовствует беснуется оплакивает нанесенное ей насилие носит разорванные одежды оттого еще сильнее воспламеняется и плачет и вопит и все-таки ничто из этого не побудило его к убийству как это возможно скажи мне не очевидно ли что кто обуздал львов и охладил печь тот сдержал безмерный гнев и этого зверя и угасил лютое его негодование чтобы соответственно этому умерилось и наказание то же случилось как можно видеть и в темнице бог попустил чтобы Иосиф был связан и находился вместе с осужденными однако исторг его от жестокости тюремщика ты знаешь что такое тюремщик но к Иосифу тогда он был милостив и кроток и не только не угнетал его какими-нибудь трудами но даже сделал начальником над всеми бывшими там и это после того как принял его в качестве прелюбодея осужденного и прелюбодея отменного потому что деяние это думали было дерзко предпринято в отношении к дому не ничтожному но великому и блестящему однако ничто это не устрашило тюремщика и не заставило его быть к юноше суровым так и венцы сплетались страданиями и помощь божья притекала с великим изобилием я хотел бы написать письмо еще длиннее но так как и это думаю слишком предзошло меру то закончив здесь речь я убеждаю твое благочестие о чем я и всегда просил удалять от себя уныние прославлять Бога что ты всегда совершала и постоянно совершаешь принося ему благодарение за все эти тягости и горести таким образом и сама ты приобретешь величайшее благо и дьяволу нанесешь смертельный удар и нам доставишь большое утешение и будешь в состоянии удалить облако уныния с большой легкостью и насладиться невозмутимым покоем и так не ослабевай но освободившись от этого дыма потому что если захочешь растеешь все это уныние легче дыма опять извести нас об этом чтобы мы находясь и вдали от себя получили от такого письма большую радость